добрый вечер уважаемые телезрители в эфире программа зона правда с небольшим опозданием в общем приносим свои извинения если от технических проблем от нас независимых поэтому пришлось вот в таком режиме как говорится начать и но по уже сложились традиции каждый 12 00 каждый вторник мы встречаемся на этой суре и разговариваем о наиболее актуальных вопросах о наиболее интересных темах для населения значит сегодня мы будем разговаривать о проведении диспансеризации среди населения что это такое в чем вызвана такая необходимость вот ряд вопросов возникает нас сразу при при том как человек допустим слышит это слово диспансеризация естественно ответить на эти вопросы нам помогут специалисты своего дела гости нашей сегодняшней студии это кураж абдул-капурович исмаилов заведующий детской поликлинике городов совет на и долина ахмедова заведующая поликлинике номер один и румиаш афтимирована и малова врач-эксперт хосоветовского городского филиала фомс добрый вечер уважаемые гости спасибо что значит нашли время у нас если то есть о чем поговорить есть на какие на какие моменты обратить внимание поэтому я наверно начну вопрос нашу тему румиаш афтимирована с вас что такое диспансеризация и значит чем она создана какая категория людей подвергается этой диспансеризации и в общем что с этим связано ну приказом министерства здравоохранения российской федерации диспансеризация взрослого населения названа всеобщей это значит что все работающие неработающие граждане студенты пенсионеры получили возможность бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования пройти обследование посетить профильных специалистов диспансеризация проходит по месту жительства на базе взрослых поликлиник и детских поликлиник также еще имеются врачебные амбулатории и участковые больницы что же включает себя диспансеризация перед медицинскими работниками ставится задача явления заболеваний патологии значит сердечно-сосудистой системы эндокринной системы онкологии на ранних стадиях когда еще можно вылечить или снизить преждевременную смертность населения вот какие цели в диспансеризации программа диспансеризация дифференцирована в зависимости от возраста и пола и проводится в два этапа ну эти этапы нам более подробно расскажут специалисты этих дел вот еще да еще хочу отметить что есть у нас еще проходит также детская диспансеризация взять но на принципе для всех возрастов да там да там они разделяются на предварительные осмотры это дети проходит до школьного возраста и поступающие в школу вот периодически это осмотры детей в школах в детских дошкольных учреждений в процессе их пребывания там и профилактические это возрастные осмотры начиная с рождения до совершеннолетия до 17 лет включительно вот какие возраста взрослых до взрослого населения в 2017 году подлежать диспансеризации граждане рожденные 1996 году 93 90 в годах и так далее с интервалом три года вот эти возраста они все будут проходить 2017 году вот давайте мы уже тогда раз уж мы разобрались вот с этим да вот сколько это все будет стоить диспансеризация проводится бесплатно для пациента за счет средств фонда обязательного медицинского страхования поэтому приходить на диспансеризации нужно с паспортом и страховым полисом м.с. я хочу подчеркнуть что нового образца чтобы желательно нового образца потому что диспансеризация как идет это плановое обследование и прежде чем прийти на диспансеризацию хочу чтобы вот больные или наши граждане они пошли получили новый образец страхового полиса обязательно и пришли сети вообще есть такой момент что это такое довольно болезненный вопрос потому что люди в принципе дают на замену но вот не забираю это тоже очень больная тема пожалуйста я вот хочу сделать небольшое объявление те кто получили уже временные свидетельства они действуют течение 45 дней вот наверняка уже у многих на на есть кто время сиск уже сроки прошли я прошу их прийти и получить постоянно судя по тем пачкам есть очень многих огромные пачки там уже лежат мы уже их получили поэтому большая просьба чтобы они пришли получили свои постоянные уже страховым что такое страховой полис и что он дает это конечно тема для отдельного эфира это довольно обширная тема поэтому мы не будем сейчас на этом подробно снасти наида алиевна давайте вот к вам перейдем мы вот допустим человек осознал необходимость диспансеризации теперь что он делает куда ему обращаться вот какие кабинеты ему так сказать надо будет обойти сколько это все займет время и значит на какие вещь ему в первую очередь конечно обратить внимание цель диспансеризации вообще это значит оздоровление населения и выявление заболеваний которые приводят к инвалидизации инвалидизации населения поэтому я прошу население города доступным языком объясняю что это необходимо именно для населения самого каждый человек должен осознать что это проводится в целях его благополучия его состояния глав важнее здоровье по моему ничего нет на свете никакие деньги не заменят здоровье поэтому ваши уже интересах пройти эту диспансеризации у нас созданы все условия во-первых заходите в поликлинику все начинается с регистратуры первый этап что вы проходите берете карточку страховой полюс все что все документы что были при вас а если карточки нету заводится амбулаторная карточка все идет по прикрепленному населению и сейчас очень помогает нам страховая компания макс она по телефону дает информацию кто должен пройти в какой этап диспансеризацию лично мне тоже пришло такое сообщение а вы имеете на телефон на телефон приходит сообщение спасибо это тоже но не все на это реагируют одну секунду я вот буквально один момент такого важного уточнения человек диспансеризации должен пройти по фактическому месту проживания либо по регистрации места жительства в чем разное место повышая по прикрепленным до прикрепленному населению там у нас есть уже стоит компьютер все сразу открывается куда прикреплен человеком своем лицом к моим учреждения затем проходит все на первом этаже идет агетирование опрос ведется там же антрометрия проводится рост вес давление измеряется дальше пишется на анализы направления у нас работает прекрасно лаборатория процедурные кабинеты два кабинета долго не застаивается очереди проходят быстро что боятся очередей в течение максимум 22 двух часов можно пройти всю диспансеризацию даже включая второй этап тут же даже на месте если готовы например анализы у кого-то готовы анализы приходит буквально в течение часа это можно пройти проводят проведение определяют глюкозу крови от реальное давление холестерин затем кали кардиограмму смотрится женщины смотровом кабинете берутся мазки флюорография далее идут уже по специалистам там есть определенные группы населения которые должны прийти определенных специалистов подходит терапевту терапевт решает уже дальше куда обратиться второй этап проводится для того чтобы уже на основании вашего обследования выявление каких-то заболеваний дополнительно что необходимо для больного для направления например на узи на компьютер томографию или необходимо направить другие лечебные учреждения далее за пределы все решается уже во втором этапе проблем нету и я знаете вот хочу акцентировать внимание на то что прошлом году сколько выявлено заболеваний социально значимых заболеваний туберкулез онкология и глаукома вот эти вещи мы которые вот акцентировал в первую очередь 16 году было значит выявлено онкологии 35 случаев а за этот квартал уже за это только квартал было выявлено 11 случаев это все на ранних стадиях и в основном вот я хочу заметить что в основном видимая локализация из 11 случаев 5 случаев женщин с молочной железы это же видимая локализация почему женщину не могут прийти один раз хотя бы пройти в год гинеколога осмотр гинеколога это же не сложно даже если здоровый человек обычно эти заболевания выходят тогда когда человек здоровый абсолютно ничего не чувствую но онкология это довольно серьезно серьезная чем будет полезно допустим то что на ранней стадии это можно как-то лечится быстро все заболевания на ранних стадиях все лечатся это я могу с уверенностью первая вторая группа лечится полностью третье выживаемость очень хорошая люди живут очень долго следить за собой потом туберкулез 13 случаев только за вот этот квартал в основном молодые люди представляете не обращаются никто пройти флюорографии трудно когда даже машину ставят перед домом очень трудно выйти и больному пройти вот эту флюорографию вот население пожалуйста поймите насколько важно флюорография насколько важно просто прийти показаться врачу ухо горло нос очень много рак гортани идет совершенно здоровые люди у меня нету этого нет выявляется рак гортани кожи мне кажется надо серьезно подойти к этому вопросу я же говорю если за квартал только 13 случаев туберкулеза и из них 11 быка плюс это значит активной формы уже надо просто задуматься мы же общаемся с этими людьми один пройдет за позови соседом его еще не слушаются больные своих докторов и медсестер вызывают на прием не приходят может быть конечно наверно сейчас скажут кто-то никто не приходит кому-то это тоже есть у нас нехватка врачей тоже но тогда когда приходит врач медсестра призыва зовет на прием не приходят больные это все делается в их целях прививки проводится вот в этот вопрос этом квартале провели очень много прививок провели спасибо организациям муниципальные организации прошли большое спасибо нашей администрации что в обличье вовлекла и в этом в этом квартале тоже прошли спонсоризации муниципальные организации насколько вы знаете и очень удачно все были довольны мы работали по субботам все все сферы наше обслуживание работали поликлиники по субботам это вот такая довольно обширно большая работа большая работа мы готовы мы идем на контакт с больным пожалуйста жители но возьмитесь за свое здоровье поймите насколько это важно прививки вот это отдельно была тема у нас теме прививок было посвящено два эфира даже два эфира вот я бы мне самым даже после на интересном будет спросить как ситуация допустим вот в этом году вот за этот квартал вот с прививками если не считая допустим вот те же муниципальные да допустим что служащие приходили муниципальные работники вот если их не считать вот есть какой-то вот подъем конечно мы провели большую работу с покоре сейчас мы проводим в апреле месяц работы по дифтерии конечно очень большая работа проводится и тем кто сделали корр теперь идет ревакцинация через три месяца обратно надо проводить поэтому не надо отказываться от того что сделали одну прививку это еще не говорит о том что можно не заболеть надо проводить через три месяца ревакцинацию так что у нас все запланировано вот до какого имеется ввиду допустим там допустим вы проходите приходишь терапевт уже терапевт определяет до конца каких еще специалистов каждому индивидуально или покупка возраст там есть возраста есть возраста по которым необходимо определенное обследование определенные специалисты не подряд всем ну многие желали пройти всех вот насколько я знаю для себя проходили всех это тоже отрадно это приятно было что всех специалистов проходили сплошь не выбирая по по возрастам и еще приходило очень много людей для прохождения диспансеризации за деньги пожалуйста за деньги никто диспансеризации проводить не будет ну если приходили можно ли сделать за день и не проходя поставить корочку чтобы это тоже не будет если это я узнаю это будет наказуемо для врача кто правило это очень нехороший на самом деле наверно по большей степени плевательское отношение к самому себе потому что потому что это довольно нужная вещь вот взрослых вот мы как-то но более-менее понятно давно задавайте мы к детям да вот к вам будет вопрос какие категории детей на что должно быть диспансеризации как вообще как вообще будет проходить процедура диспансеризации для ребенка в первую очередь я хочу горожан известит кто не знает но в основном тоже знаешь что детская поликлиника переехала наконец-то на это важно информация мы находимся на территории центральной городской больницы по улице алиева 21 здание проведенный порядок после капитального ребенка на трех этажах размещены размещены все врачи специалисты спасибо большое нашему руководству главврачу во главе лжан по гавденине для того что что она способствует помогла спасибо администрации тем людям министерства которые помогли действительно для детского населения привести порядок поликлинику создать условия для этой поликлиники также здание старого роддома до для зрителя более понятно все условия для пребывания детей созданы есть различные кабинеты есть отделение функциональной диагностики также поликлиника начала работать две смены с 8 до 7 до 6 все специалисты узкие специалисты ведут прием чтобы было удобно для горожан с 8 до 6 прием виде за так поликлиника работает до 7 вечера есть на первом этаже специальный кабинет для забора крови проводится кровь у нас за проводится венозной крови поработаем по венозной крови также чтобы сразу же проводить разные члены исследования на биохимические анализы детской поликлиники прямо что там есть флюорографический кабинет есть ультразвуковой кабинет который проводит исследование также имеется физиотерапевтическое отделение дальнейшем мы собираемся наращивать все этот аппаратурой оборудованием ожидается помощь со стороны главврача все это благодаря этому был сейчас привлечены новые специалисты которые нам не хватали чтобы вторую смену была проведена работа также хочу отметить что неделю два раза проводится выездная бригада врачами те врачи которые со второй смены приходится выходить на по поводу этой диспансеризации это у нас день вторник и четверг дошкольным школьным и школьным учреждениям проводится у нас население предусмотрено министерством здравоохранения и страховой компании у нас есть план который мы должны провести детей по различным возрастам приказ этот диспансеризации от 3 февраля пятнадцатого года под номером 36 а проведение взрослого и детского также населения в этот план заключается план медицинских осмотров несовершеннолетних количество этого населения 41 на 1859 человек более 40 тысяч более 40 тысяч план профилактических осмотров это более 13000 детей план периодических осмотров это 27000 детей и предварительных осмотров 13000 1395 детей также туда входят дети-сироты это 290 детей опекуны эти все подлежащие которые нами досмотр распределены у нас по месяца у меня есть график плана который утвержден министерством здравоохранения и нам дан мы уже провели ряд медосмотров детей сирот это среднеобразовательная школа интернат номер 9 там подлежало 255 детей нос этот за февраль за март мы уже осмотрели более 110 детей этим детям проводилось ультразвуковое исследование и кд выездом лабораторная диагностика скрининг и все данные осмотры также школах ведутся конечно хочу поблагодарить руководство городского муниципального образования ибрагима руслама лановича то что с пониманием идет навстречу всегда предоставляет нам время для медосмотров все для того что происходит там уже в учреждениях для дети остается своих лечебных учреждений также проводится медосмотр на сегодняшний день у меня проведено профилактических осмотров это три тысячи двести детей периодически более 5000 детей серых я уже называл 110 и детей которые под опекой 46 детей проведены категория которых мы проводим уже это предварительные осмотры дети которые подлежат неорганизованы пока подлежат к осмотру перед школой и перед детским садиками но они да как бы прежде чем допустим ребенок пойдет первый класс его осмотрю на их у нас детей 1190 детей и на это возраста 10 год 12 11 участковые врачи с ними ведут работу объясняет разъяснительная работа все ведется также хочу для горожан попросить их чтобы относились понимание первую очередь нам для проведения этой диспансеризации в действительности нужен бывает страховой полис мы с просьбой вышли на руководство образования для всех организованных детей у родителей могут попросить страховой полиса снилась ребенка паспорт разе и сидеть свое рождение оказать нам помощь чтобы вам их нет в школьных формах были эти данные страховую компанию мы как бы не прикрепляем за максимум чтобы не принудительно но она находится на территории больницы мы можем положить туда пойти есть много страховых компаний в т.б. солидарность и прочее против рост на газпром выбор за горожанами выбирает право любого гражданина любое учреждение компанию компанию также любой гражданин мать из изъявить желание обслуживаться нашей детской поликлинике мы это можем сразу независимо где ранее ребенок был прописан или родитель обращается к нам в регистратору если заявляет родитель желание прикрепиться обслуживаться наши поликлиники мы наоборот готовы помочь этому гражданину этому ребенку там же сразу даем бланк заполнение на прикрепление и соответствующие документы и ребенок прикрепляется к нам в детскую поликлинику за определенным участковым педиатром открепляться ему нужно нет по новым стандартам приказом мы не требуем по 21 приказа мы не требуем открепления населения нет необходимости открепления ехать куда-то провозить открепление могут но это как бы уже внутренний процесс работы в поликлинике функционируют две регистраторы это регистратора третьего отделения так скажу за железной дороге части населения и центральной части населения оснащены компьютерами в каждой компьютерной это стоит база даже у меня в кабинете у статистов педиатров проведены интернеты мы любого гражданина при введении фамилии имя отчество число месяц года рождения видим то нахождение ребенка где находится прикрепление в какой части города и у какого педиатра введем мониторинг ну и такая хорошая такая система отслеживания вот я хотел еще такой момент вот спасет 0 диспансеризация на не первый год принципе идет вот такой вот вопрос она будет чем чаще всего наши дети болеют если на сегодняшний день если есть такая возможность у нас анализ какой-то составить и посмотреть действительности на данный момент рождаемость очень большая по нашему векистам прикреплено население само численность населения больше я считаю что как бы сказать определенно так не могу сказать но что смысле всем специалистам как бы есть есть патологии со стороны неврологической системы у детей есть ортопедической системы есть опорно-двигательные бывают рожденные дети что даже бывает что онкологические заболевания бывает дцп у детей урологические потом но вот это вот онкологические дцп на сегодняшний день не находится на спаде но имеется за работу просто я насколько за ваша работа ведется в этом плане спад идет заболевание но все для этого и диспансеризация как проходит взрослого населения своевременно беременный чтобы обращались до во время беременности проводилась ультразвуковое исследование как бы сказать предупредить все то что которое должно зародиться здоровый ребенок но вот с специалисты которые значит мы проводили еще я ранее уже упоминал то что мы два эфира проводили посвященную прививкам и вот всему остальному да вот они сетовали на то что чаще всего у детей вот те как те заболевания которыми допустим они переносили ну либо добавляют они были чаще всего от безответственного отношения родителей и к себе и в том числе и к своему таскать будущему ребенку вот берется ли какая-то тому разъяснительная работа допустим вот в этом плане и вы это уже как бы имеете дело с уже родившимися очень хороший вопрос я вам скажу по поводу заведующая взрослой поликлиники озвучила по поводу давайте возьмем охват выявляемость и туберкулизм туберкулезом у них контингент который они могут проводить флюорографическое обследование в нашем возрасте детей это старше 14 лет но для нашего населения детского я вот всех даже уверяю прошу их это диагностика туберкульного диагностика проба диагностическая это манту многие родители не понимаем отказывается от этих пытается отказаться но поверьте это всего лишь диагностическая проба это не вакцина другого детям раннем возрасте выявить контактность мы не можем определить что может рядом находящийся ребенок был в контакте или что-то как бы я пытаюсь чтобы доступно педиатры пытаются участковую чтобы объяснить что было раннее предупреждение выявление таких ситуаций случаев чтобы родители отнеслись с пониманием на той или иной пробу диагностическую которые должны проходить год в каждые шесть месяцев вот ребенок от диспансеризации он должен какой-то закупил тримин должен подвигаться диспансеризации то же самое как и с каждым профилактический у меня подразумевается так взрослый поликлинин как-то взрослый по разному мне по профилактическим осмотром есть категорию людей возраста детей 16 14 10 7 3 в этом 2002 возраста по периодическим тоже также 15 13 они разделены у меня как бы сказать есть предварительные которые я сказал тоже этот дети сироты которые находятся среднеобразовательной школе номер 9 они проводятся ведется работа с педиатром участковой сети у меня 40 участков действительно с некоторых на некоторых двух-трех участков у меня более 1500 детей но все-таки мы всех охватываем диспансеризации наши детские поликлиник как заведующая заявила тоже нету платных услуг ну как бы даже банальное узи или там и когда мы не можем провести по платным услугам детям не предусмотрено наличие страховой полис и все документации все могут пройти это диспансеризации наши поликлиники ну главное чтобы у человека были документы на руках да желательно нам большую значимость имеет страховые полисы страховая компания которая ближайшие нам макс м рядом находится буквально десяти минут даже 7 минутах от нас буквально пять минут ну да им при выборе родителей другой страховой компании мы не принципиально навязываем какой-то страховой компании выбор за застрахованным лицом вот наверно если допустим о диспансеризации если мы уже в принципе много о чем сказали в принципе уже посмотрели со всех сторон вот у меня будет наверно выпуск вам на и долина вот по текучей работе я знаю что сейчас как в центральной городской больницы по клинике в том числе и тут большая работа по по преобразованию по совершенствованию работы да вот какая текущая работа идет вот на будет на сегодняшний день по улучшению как бы этой работы и предоставление допустим квалифицированной помощи про обращаются вот и как вообще проводится на сегодняшний такой работа сейчас проводится оптимизация вообще во всех организациях в том числе и взрослые поливники во первых для улучшения работы из как уже говорила ранее сделали два процедурных кабинета что быстро проходила лабораторная диагностика 2 и кг аппарата один аппарат для женщин другой для мужчин два кабинета есть холтеровский монитор что здесь лишь холтеровский монитор для определения сердечных заболеваний явление сердечных заболеваний у кого есть проблемы с сердцем дополнительно можно пройти холтеровский монитор рентген аппарат у нас хороший затем еще узел узи аппарат еще обещали еще один узи аппарат тоже был задействован и фиброгорсоскопический аппарат про фгдс все необходимые обследования у нас проводится если что-то дополнительно надо нам помогает альтермед и за речкой диагностический центр любые вещи маммографии у нас проводят но все проводится если то что у нас не хватает мы можем туда отправить и они нам помогают у нас договор имеется с этими организациями тоже бесплатно 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 спасибо что да вот все что вы сейчас вот перечислили это все бесплатно бесплатно да узи аппарат один да сейчас еще 2 будет задействовать все делается у нас очень хороший главный врач который в этом отношении все проводит для оптимизации все все условия проводятся для того чтобы провести оптимально провести деспонсоризацию быстро и без болезни вот разные допустим разные вопросы бывают когда допустим человек обращается может может допустим где-то врач не совсем допустим понять пациента или допустим ему ну не оказать того должен внимания который хотел бы пациент или бывает наоборот когда пациент не совсем понимает те моменты допустим где ему надо соблюсти вот что делать человеку в такие моменты допустим как ему пришел прихожу я допустим но не понравилось мне вот что-то меня не устроило что мне делать дальше он подходит ко мне обращается ведущим по мы решаем уже аккуратно без всяких криков до доступно доводим до больного как провести дальнейшие действия если не устраивать врач можно обратиться к другому врачу не устраивает обследование здесь можем подправить диагностические центры как за как в хасаюте так и но в принципе в принципе работа в хасаюте я так как бы тоже как представитель общественной палаты тоже должен сказать есть конечно большие разительные изменения большая разница на самом деле в этом в этом процессе вот есть еще такой вот момент хотелось бы спросить за допустим помощь которые могут оказать специалисты вот в поликлинике по большей части у нас обращается молодое население либо взрослые населения не случайность вопрос задаю потому что хотелось бы все наверное узнать как допустим наш малыш а молодежь это будущее следить за своим здоровьем молодежь не ходит только по обращаемости вот именно и молодежь когда в основном только по обращаемости в основном молодежь и среднее население сидит на базар и очень тяжело вытащить этого с базара и привести на прием и это основной вот не знаю особенно центральные участки врачи очень с этим мучается и ходить по ночам и собирать и объяснять человек людям это очень тяжело поэтому пожалуйста по понедельникам свободные бывают базарные дни можно же понедельник прийти уделить себе внимание это не трудно опять объясняю все это сделано в целях для больного для населения понимает очень тяжело население до чего достучаться тяжело и каждый врач пожалуйста вот вы войдете на гелиус пожалуйста скажите что вот так вот сделать что пришли пожалуйста что объясните что с базара можно прийти на диспансеризацию если не диспансеризация у нас проводится просто обычный осмотр не обязательно на диспансеризацию при профосмотр кроме дисто не подлежит диспансеризации он проводится профосмотр почти так же он ничем не отличается чуть чуть меньше специалистов его тоже мы включаем профосмотре заводим такие же обследования такое же внимание уделяется профосмотр с посещением допустим больных отрезка отработан дом у нас допустим больны которые не могут пусть и на имястина стационаре либо остается либо либо хоть амбулаторное лечение вот что такое есть уж ну конечно если стационарное лечение нас стационарно мы направляем сейчас очень хорошо практикуруется эти санаторий каспий лазет в парус очень много человек обращается вот благодаря этим санаториям старшие возраста начали больше приходить и обследоваться потому что туда не могут попасть без полного обследования вы направляете направляем направляем надо направляем и за пределы у нас имеется специальная по 046 муан закону есть такие направления 057 форма которую позволяет направлять в любой город россии по направлению для какого-то обследования либо человек уже лежал там например в питере или москве дополнительно повторно мы даем направление никаких проблем на этот финансово им находится ну это отправляем бесплатно там уже нами это все на фонд страхования с ним согласовывать так что и многие очень ли эти учреждения они все работают по функцию они в системе то эти обследования и лечение будет совершенно бесплатно за пределами дагестана тоже 057 у нас тоже тоже такая работа есть дети которые за пределы дагестана проводят лечение в кардиологических центрах в астрахани москве для кронологических центрах могут к нам обратиться за 057 могут департамент здравоохранения наш министер здравоохранения детский лечебный отдел этот у них бывают заранее уже путевки которым мы проводим лабораторные исследования обследования направляем их в эти центры вот по работе я хотел тоже как бы кстати коснуться вопроса детской поликлиники да вот на сегодняшний день вот ну наверное все таки есть на чем сравнивать да когда допустим на части города был обслуживание население вот сейчас в новом здании как вообще население воспринимает проводимую работу и насколько насколько допустим всего на сегодняшний день удобно проходить допустим обращая обращаться к врачу случае необходимости конечно да вот людям которые работаем старым за неопрощали уже им есть чем сравнивать конечно во первых нахождение само здание на территории города это одно само пребывание в этом здании те условия например если в той поликлинике мы находились на одном этаже только здесь три этажа она доступна и у нас так поставим как бы на одном втором этаже находится узкий специалист на третьем это участковая сеть это педиатры по участкам а на первых этажах у меня отделение функциональной диагностики все все сделано для людей чтобы не скапливались в одной территории чтобы на одной части чтобы доступность была и самое важное что мы начали вести прием во второй половине дня появились старостепенные специалисты это это да это действительно на самом деле большое большое значение имеет вот с очередями как мы пытаемся чтобы доступность было и должны делать доступно чтобы для граждан было отмышать у нас пойдет за по записи вот электронной записи это иногда периодически возникает такие очереди я стараюсь чтобы уменьшить это очередность чтобы доступность была для граждан но такая работа ведется месяц большинство есть появилась также комната для пребывания детей грудного возраста это кабинет здорового ребенка где родители могут спокойно зайти покормить ребенка все условия созданы вы месяц для грудных детей которые будут с детьми чтобы когда-то не мешаться с очередями как у нас поликлиники у нас очереди быстро проходит долго не тут поэтому я же говорю диспансеризацию можно пройти буквально за два часа полностью я здесь не только диспансеризации наверное говорю я и убиведу да в процессе проходят быстро не задерживая кардиолога 10-2 кардиолога все специалисты подвиг даже много зрители вот задают вопрос инвалид второй год хронический лимфолейкоз опухолевидная может ли он получить санаторное лечение в пределах дагестана лимфолейкоз это онкологическое заболевание поэтому его необходимо в какой стадии заболевания вообще онкологическим противопоказанность на тур на кур это просто пойти подышать воздухом не понимает то многие приходят онкологические больны и просят направление санаторий первое противопоказание санатурного курота ну там как бы надо серьезно серьезно заниматься конечно просто больной не понимают ему нельзя ничего проводить никаких физиопроцедур абсолютно ничего нежелательно пробивания нас солнце тоже не желательно так что ему можно нельзя санатурной курортное противопоказанное Вот такой вопрос, наверное, будет. У нас при каких, допустим, вот, ну, я сейчас почему как бы задаю этот вопрос, да, у нас все-таки, вы сами понимаете, ну, как специалисты, вы сталкиваетесь с этим, у нас пока до последнего до кондиции не дают, не приходится в медицинское учреждение, вот. И все же, на какие симптомы нужно обращать, в первую очередь, внимание, ну, я взрослого спрашиваю, такой же, наверное, вопрос будет и к вам, на что, допустим, ребенок жалуется, в каких случаях не стоит откладывать, да, это, вот, допустим, взрослый, вот я сижу, там, какие, при каких симптомах я должен сразу же, вот, понимаешь, мне надо больницу. Главное, сейчас вот основная проблема наша, это сердечно-сосудистые заболевания, очень часто возросли, омоложение идет этих заболеваний, раньше болели старики, правильно, нарушение мозговые, да, острые инфаркты, идет омоложение острых инфарктов и острых нарушений мозговых, поэтому надо следить за своим давлением. Головные боли. Головная боль – это симптом, как анемии, так и давление. Вот мы проводили диспансеризацию вот в этом квартале, вы не поверите, почти треть прибыли давлением, даже те, у которых не было давления, выявили вот при выявлении диспансеризации. У меня никогда не было давления, и тут 140. Тяжелые, тут же, на этом же проведении диспансеризации проводили, да, за 200 давлением было. В процедурных кабинетах проводили мероприятия. Необходимо следить не только за давлением, но и за собой, смотреть, нет ли на теле каких-то изменений, новых бородавок, изменений кожи, следить за молочными железами, обязательно. Показывать горло, ухо-горлоносу просто так, прийти и показать. Это видимая локализация. Женщины, вы не поверите, сколько рака шейки матки молодые женщины доводят до четвёртой стадии, когда можно прийти к гинекологу, просто показаться и провериться. Это видимая локализация считается. Очень жалко, когда пропускают женщину молочную железу, не хотят идти в смотровой кабинет, а там проверяют и молочные железы, и как раз ложиться на кресло женщины. Это основные симптомы. Боли в животе, в желудке. По необходимости, в год один раз вообще необходимо провести фиброгастроскопию. Идёт рак желудка, сплошь и рядом рак желудка, умущащий умущи. Пройти ФГДС, кардиограмму, проверить давление, проверить своё тело, проверить горло. Что ещё нужно сделать? Всё-таки на здоровье нужно обращать внимание. У нас немного остаётся времени. У нас зритель уточняет вопрос, он говорит, что после химиотерапии, ремиссии 4 года, это меняет что-то? Не меняет. Не меняет ничего? Нет. Хорошо, вот такой же вопрос. С детьми мы всё-таки на детей больше внимания обращаем, и даже при малейших симптомах всё-таки стараемся обращаться к врачу. И какие наиболее такие серьёзные моменты? Самое серьёзное, самое что я хочу сказать родителям, чтобы при высокой температуре, видя, что ребёнок температурит до высоких цифр, чтобы мать не пыталась сбивать, ну, сбивает, как блокад, но сразу же обратилась к врачу. Очень много зачастую детей, поступающих в стационар, с судорожными синдромами. На фоне высокой температуры у ребёнка начинается с проявлений судорогов, чтобы лучше своевременно оказать этому ребёнку помощь, снизить температуру. Также по поводу, сейчас летний период начинается, хочу попросить родителей, чтобы сильно обращали на это очень большую проблему, по поводу стула жидкого. Ребёнок может 4-5 раз в день поносить, 2-3 дня спокойно. Родители, некоторые бывают, что дома сидят, никакого внимания. Это как бы серьёзный повод обратиться в медицину. И когда ребёнок в таком состоянии, истощённый ребёнок, а поверьте, ребёнок, это на глазах всё происходит, как быстро истощается, что при больнице, детская больница работает круглосуточно. В дневное время они могут обращаться к нам в поликлинику, до 7 часов будет педиатр дежурной остается в поликлинике, и даже сказать, хочу, что по субботнее время до 3 часов ведётся приём педиатра дежурного, а в остальное время они могут спокойно обращаться круглосуточно в детскую больницу за оказанием медицинской помощи. Ну, надо сказать, да, там функционирует такой кабинет, и действительно там сразу Амурина оказывается за помощь в этом плане. В этом плане как бы ни нареканий, а наоборот даже хотелось бы и поблагодарить вообще за такую работу. Как отец четырёх детей, я знаю, о чём говорю. Вот. Но, к сожалению, времени у нас осталось не так много, поэтому по одной минуте буквально каждому на обращение зрителям. Ну, я что, я хочу ещё раз повторить насчёт страховых полисов. Это у нас больная тема, это самый первый вопрос, и самый актуальный вопрос у нас в ОМСе. Пожалуйста, у кого ещё на руках имеются старого образца страховые полисы, придите и в срочном порядке их обменяйте на новые. А у кого имеются на руках временные свидетельства, тоже их, их тоже просим, чтобы они пришли и поменяли на постоянный страховой полис. Мы уже их получили, они у нас там лежат в полках, пылятся. Пожалуйста, придите и заберите свои страховые полисы. Спасибо большое, Найда Леевна. Уважаемые жители города, пожалуйста, займитесь своим здоровьем, любите себя, уважайте себя. Знаете, что здоровье, это его не вернёшь, если его потеряешь. Поэтому приходите в поликлинику с утра, когда можно пройти всё обследование с 8 часов. Возьмите свои документы, получите страховые полюса. И если что-то у вас будет непонятно, всегда обращайтесь ко мне в кабинет. Зав. поликлиникой. С чем можем, поможем. Ну и, куда же обговорить вам? Также, что коллега моя попросила с просьбой, также хочу родителям детского населения обратиться, чтобы действительно с вниманием, с просьбой на наши обратились, внимание большим, чтобы оказали нам помощь в оформлении правильности документации денег со страховыми полисами. Действительно, это большую роль имеет и большую значимость имеет прикрепление населения. Также хочу пожелать здоровья всем детям, благополучия семье и терпения нашим родителям. Спасибо большое. Спасибо, что нашли время. Я думаю, эта беседа у нас была очень полезной. Я думаю, горожане сделают соответствующие выводы. Следующий эфир во вторник мы посвятим итогам, ну, на то время уже это будут итоги, значит, прошедшей седьмой Олимпиады. Сегодня состоялось официальное открытие седьмой Олимпиады среди школьников. По сравнению, допустим, с предыдущими годами, предметы увеличились в два раза. Сейчас, значит, по десяти предметам проходит. Это довольно большое событие в рамках города, так как участвуют в нем представители Северо-Кавказского федерального округа. И даже, допустим, сегодня были представители Самары. То есть география участников расширяется. И это, безусловно, хорошо. Это, значит, такая оценка работы, которая проводится в Хасавирте. И, кроме того, хотелось бы поздравить, уже пользуясь случаем, значит, представителей Петербургского колледжа. Сегодня они отметили свой 85-летний юбилей. Колледж, конечно, уже на протяжении огромного срока выдает специалистов, которые, значит, работают в городе, в республике и за его пределами. Ну, на сегодня это все. Смотрите нас каждый вторник. До скорой встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok